Здравствуйте! Это «Время жить»! Программа о самом важном, о нашем здоровье. Сегодня мы затронем такие темы. Как избежать инсульта? Первые признаки заболевания. Сбросить лишний вес без особых запретов. Советы диетолога при ожирении. Практически в каждой российской семье есть что рассказать об инсульте. Пострадавшие от него нередко находятся среди родственников или знакомых. К сожалению, количество инсультов в России высокое. Поэтому сегодня речь пойдет о профилактике этого заболевания. Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, неожиданная, крайне опасная сосудистая катастрофа, которая влечет за собой тяжелейшие последствия. Смертность при инсульте достигает 20-25%. А более половины из оставшихся в живых превращаются в инвалидов и до конца жизни нуждаются в кропотливом ежедневном постоянном уходе. Прилечи различные степени тяжести, нарушения координации движений, расстройства и потери речи. Вот далеко не полный список самых распространенных последствий этой катастрофы. Для того, чтобы избежать инсульта, нужно готовиться к инсульту. А именно, нужно постоянно, систематически, во-первых, следить за своим артериальным давлением, и нужно его научиться коррегировать, держать в определенных рамках. Для этого существуют очень хорошие современные методы, очень доступные. Но к этим методам нужно осмысленно подойти. Вторая сторона дела. Почему-то, когда людям говорят, что физическая активность и регулярная физкультура позволяют отдалить инсульт, люди не верят этому изначально. Они думают, что само собой все произойдет. Оно и происходит само собой, происходит инсульт. Вот так случается. То есть, есть факторы риска инсульта, которые можно коррегировать. То есть, существует набор реальных событий, которые позволяют отдалить инсульт у любого человека, даже тяжело больного. Врачи убеждены, профилактика инсульта стоит на первом месте среди наиболее серьезных медико-социальных проблем современной медицины. На втором месте профилактика инфаркта миокарда. На третьем – онкологических заболеваний. Стоит подчеркнуть, именно профилактика инсульта, а не его лечение, потому что она позволяет серьезно сократить заболеваемость. А это значительно эффективнее и дешевле лечения. К сожалению, в последние два десятилетия нашей жизни, вот эта осмысленность из нашей жизни, она куда-то делась. А в приложении к проблеме инсульта люди не очень хотят распознавать факторы риска в себе, не очень хотят избавляться от факторов риска в себе, в индивидуальном, любимом. И не очень прислушиваются к тем рекомендациям, которые не только от врачей исходят, а вообще звучат сейчас везде. О том, что нужен здоровый образ жизни, о том, что нужно здоровое питание, о том, что нужно лечить гипертонию, ожирение и так далее. У медиков есть понятие предвестники инсульта. Например, внезапное онемение щеки, слабость в руке или ноге, головокружение, расстройство зрения. Это громкие звоночки, настоятельно оповещающие о необходимости немедленного, срочного, обязательного обращения к врачу. Существует эффективная методика диагностирования первых признаков инсульта. Первое, о чем необходимо попросить человека, это попросить его улыбнуться. Если половина лица неподвижна или уголок рта опущен, это должно вас насторожить. Второе. Попросите человека поднять и удерживать перед собой выпрямленные руки. Если одна из них опускается, это также может быть признаком инсульта. И третье. Попросите человека что-нибудь сказать. Задайте ему простейший вопрос, например, как его зовут. Если речь изменена или он вас не понимает, это также может оказаться симптомом инсульта. На мой взгляд, когда у человека возникает какое-либо пароксизмальное расстройство, необычное, особенно на фоне факторов риска гипертонической болезни, ожирения, то он должен вызвать скорую помощь, обратить внимание врачей на то, что у него онемела рука, онемел язык, нарушилась речь, нарушилось зрение, застучало сердце. Человек должен думать, что это скорее инсульт, чем не инсульт. Может быть, это и обойдется, может быть, это и не то. Но лучше, полезнее для человека думать, что это начало инсульта. И вот тогда, когда человека своевременно доставят в соответствующие лечебные учреждения, есть способы, которые в самом начале заболевания, в пределах обусловленного времени, в пределах так называемого терапевтического окна, в пределах трех-четырех часов, средства, которые позволяют купировать начинающийся инсульт. И тогда быстрое расстройство восстанавливается, и инсульт, собственно, не наступает. Профессор, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии Рязанского медицинского университета Владимир Жаднов считает, что один из механизмов инсульта – это избыточная вентиляция легких. Когда человек в состоянии тревоги и беспокойства, он избыточно дышит и выводит из крови углекислоту. Это вызывает нарушение регуляции сосудистого тонуса. Вот есть такой метод лечения коррекции вегетативных расстройств – метод дыхания по бутейкам. Когда людей обучают дышать поверхностно и редко, для того, чтобы накопить углекислоту в крови. Вот если человек этой методике обучен, и тогда, когда у него начались сосудистые расстройства, которые могут обернуться инсультом, то в порядке самопомощи можно прибегнуть к этому средству. Метод бутейка – это очень сложно. Методу бутейка нужно учиться. А вот задержать дыхание, перехватить его, просто на выдохе задержать дыхание – это может быть полезно в некоторых ситуациях. Но опять-таки не всегда, не для всех, а только тогда, когда ситуация прогнозируемая. Всем известна поговорка «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Многие из нас живут именно по этому принципу и обращаются к врачам в ситуации критической. Инсульты есть тот самый гром, восстановиться после которого шансов не так много. Если вы попадаете в группу риска, заняться своим здоровьем самое время сейчас. Есть научно установленные и медицински подтвержденные факторы риска, которые приводят к инсульту. Это сердечно-сосудистые заболевания, прежде всего артериальная гипертония, атресклероз, сердечная аритмия, сахарный диабет, повышенное содержание холестерина в крови, курение. В идеале любой человек при наличии хотя бы одного фактора риска должен обратиться к врачу, который проведет нужное обследование и назначит профилактические мероприятия. Все дело в рисках, в тяжести факторов риска, которые носит в себе человек. Простые вещи. Опять начинается философия. А философия заключается в том, что когда у человека есть жизненный мотив подольше сохранить свое здоровье, он начинает думать о том, что можно что-то сделать и на самом деле достигает поставленной задачи. Вовсе не нужно совершать немыслимые подвиги и подвергать себя невероятным лишениям. Достаточно избавиться от вредных привычек, следить за давлением, весом, уровнем холестерина, несколько изменить привычный рацион питания, а еще добавить в свою жизнь физическую активность, лыжи, бег, плавание, словом, к чему сердце лежит. Это самая лучшая профилактика инсульта. Многие считают, что наличие лишнего веса – это не что иное, как косметический недостаток. Однако врачи полагают, что это совершенно не так. Первая и самая распространенная причина полноты – это внутреннее заболевание. Поэтому медики напоминают, если вы имеете все признаки избыточного веса и предрасположенность к ожирению, вам необходимо срочно обратить внимание на свое здоровье, посетить врача, а еще уделить особое внимание своему питанию. Самые ценные советы диетологов, которые помогают при борьбе с лишними килограммами, мы расскажем в следующем сюжете. Можете брать листочек, ручку и записывать. Борьба с лишними килограммами – это не просто небольшой курс лечения, а изменение образа жизни навсегда. То есть, если вы лечитесь медикаментозно и держите диету, сочетая все с физическими упражнениями, а потом позволяете себе периодические поблажки, все ваши труды пойдут на смарку. Основная борьба с лишним весом заключается в отлаживании своего режима питания. Диетологи обращают внимание на то, что рацион должен быть гипокалорийным. То есть, если среднестатистическому взрослому человеку для женщины рацион нужно рассчитывать где-то в пределах 200-200 килокалорий в день, мужчинам немножко, конечно, побольше. Гипокалорийная диета для больных с ожирением. Здесь рассчитывается непосредственно как бы рацион уже ниже 1800 килокалорий. Но сейчас очень модно, и многие садятся на совсем минимальное количество в рационе калорий. Но как бы врачи-диетологи не рекомендуют садиться на диеты, которые в своей калорийности и энергоценности составляют меньше 1800 килокалорий. Многие люди, мечтающие похудеть, сильно ограничивают себя в еде, поэтому питаются редко. Как ни парадоксально, это неправильно. Диетологи считают, что человеку, который борется с ожирением, важно есть часто. Однако порции должны быть небольшие. Белка мы оставляем в нормальной физиологической норме, 75 грамм в сутки. А вот что такое белок? Белок, естественно, животного происхождения. Это отварное мясо, это отварная курица, это рыба, это яйцо. Эти продукты должны употребляться в течение дня не меньше трех раз в день. То есть три основные приема пищи – завтрак, обед и ужин – должны обязательно быть с белковым компонентом. Значит, редукция идет. Уменьшаем нижнюю границу жира, оставляем. При нормальной потребности здорового человека жира где-то от 60 до 80 грамм в сутки. То здесь мы оставляем нижнюю границу жира 40 грамм в сутки. Ограничить нужно жирные сорта мяса и рыбы, а также жирные молочные продукты, такие как сливочное масло. А еще важно из рациона убрать простые углеводы. В основном сахар. Если норма углеводов для человека с нормальным весом примерно 300-400 грамм в день, то для страдающего ожирением она немного урезана. Мы количество углеводов сокращаем до 180. Есть, конечно, все это индивидуально рассматривается. Есть, конечно, и варианты, когда мы еще меньше ограничиваем количество углеводов, но меньше 120, опять же, диетологи не рекомендуют. Из углеводов мы даем сложные углеводы. К сложным углеводам это относятся все, конечно же, фрукты и овощи, которые богаты к тому же и этими углеводами, и еще замечательным составляющим, так называемой растительной клетчаткой. Такого важного компонента нужно съедать не меньше 25 грамм в сутки. Это норма клетчатки как для здоровых людей, так и для тех, кто имеет лишний вес. А вот жидкость при ожирении нужно несколько сократить. Когда идет процесс расщепления жира, выделяется вода. При окислении 100 грамм жира образуется 107 грамм воды. И, как ни парадоксально, вода тормозит окисление жира. То есть эффект, которого мы ждем, он не достигается. Но оставляем все равно как бы физиологическую норму в пределах где-то полтора литра свободной жидкости в день. Ну, в зависимости тоже, нужно сказать, от сезона. Присутствует должен завтрак, обед, ужин и два перекуса. Первый между завтраком и обедом, второй перекус между обедом и ужином. Так называемый полдник. На ночь что-то легкое из кисломолочных продуктов. Это может быть йогурт, это может быть кефир. Значит, ограничиваем жирность кисломолочных продуктов, но не с фанатизмом, да, а как бы полтора процентной жирности, три с половиной процентов жирности, даже пять процентов жирности кисломолочных продуктов. Все это допустимо. Сейчас очень модно не есть после шести. Так вот, если вы ложитесь поздно, то не надо морить себя голодом. Диетологи напоминают, последний прием пищи должен быть обязательно за четыре часа до сна. Бывает так, что вот многие как бы спрашивают, вот, ну не успевая там с работы, там, да, прибежать, там, пока все там приготовила, сделала, да, время прошло. Вот если такие ситуации происходят, лучше перекусить и пропустить полностью ужин вообще. А на ночь выпить стакан, там, 200 миллилитров, где-то 150 миллилитров, значит, йогурта или кефира. Это пойдет больше на пользу, чем если вы сначала плотно поужинаете и ляжете спать. Мышцы спящего человека не расщепляют жир. Если вы будете следить за своим меню и за временем употребления продуктов, это, несомненно, приблизит вас к тому идеальному весу, к которому вы стремитесь. Менять свой образ жизни сложно только поначалу. Шаг за шагом вы сможете начать потихоньку двигаться в правильном направлении. Замените пирожное вкусным фруктом. Сложно заниматься интенсивными тренировками. Выберите более спокойные – пилатес или колонетик. Или хотя бы покатайтесь на лыжах вместо бесконечного сидения за компьютером. Вам будет за что себя похвалить. Кроме этого, вы почувствуете прилив сил, которых нам так часто не хватает. Я желаю вам бодрости, духа и успехов во всех ваших начинаниях.